А вы знали, что в США на красный свет светофора можно поворачивать хоть направо, хоть налево? Хотите узнать подробнее? Тогда смотрите это видео до конца. Вообще, американские правила дорожного движения кардинально не отличаются от европейских или российских. Брошюры с правилами дорожного движения распространяются в США бесплатно в отделениях DMV или библиотеках. Несмотря на схожесть правил дорожного движения в США и Европе некоторые интересные отличия все-таки есть. Основные принципы регулировки движения и поддержания безопасности на дорогах точно такие же как везде. И даже знаки в своем большинстве они точно такие же. Правда некоторые из них все-таки чуть-чуть отличаются. В США на многих знаках есть расшифровка их значения текстом. Что интересно, знаки не прекращают свое действие на ближайшем перекрестке или развилке, в отличие от Европы. Потому их в таких местах не дублируют в США. В США как и везде следят за соблюдением правил дорожного движения. И для нарушителей предусмотрены наказания в виде штрафов. В среднем штрафы в пределах от 100 долларов до 700 примерно. Но в зависимости от последствий нарушения могут быть значительно более высокими. Также есть участки дорог, на которых все штрафы удвоены. Такие места обозначены соответствующим знаком. Очень грубым нарушением считается парковка на специально обозначенных местах для инвалидов. Если вы не инвалид, конечно. Еще одно интересное отличие дорог в США, это наличие на некоторых из них отдельной полосы для транспорта, в котором едут два и более человек. Иногда количество уточняется на отдельной табличке. Как правило, это крайне левая, самая скоростная полоса. Весь остальной транспорт, замеченный на этой полосе, также будет оштрафован. По этой же полосе часто движется и транспорт неотложной помощи. Как и в других странах, очень важное слово на дорогах США – это IELTS, что значит «уступи». Оно не обязательно будет вписано в треугольный соответствующий знак, но также может быть указано на простых табличках. Цветофоры работают почти по такому же принципу, как и в Европе. Но при переключении с красного на зеленый нет промежуточного желтого света, а с зеленого на красный есть. Еще сразу обращаешь внимание на количество светофоров. Американцы не скупятся. Над каждой полосой движения всегда есть свой светофор, даже если он всегда горит так же, как и соседний. То есть нет общих светофоров на несколько полос. По крайней мере, я таких не помню. Как я уже говорил, большинство знаков подписаны. И вообще на дороге много табличек с подсказками, что и где находится, и как тебя вести на конкретном участке дороги. Вот, например, одностороннее движение. А это знак «уступи дорогу». Это знак «стоп». Все подписано. Вот велосипедная дорожка. Тупик, что значит нет сквозного проезда. Еще очень удобно, что на перекрестках всегда указано название улицы, которую ты пересекаешь. А перед подъездом к очередному светофору также заранее указывают на табличке, что следующий светофор – это пересечение с такой-то улицей. Кстати, о знаке «стоп». Очень важно не просто притормозить на этом знаке, а именно сделать полную остановку. Хотя большинство американцев, как я заметил, именно притормаживают и едут дальше. Если же полицейский не увидит полной остановки, то будет вам штраф. Я лично видел несколько раз, как полицейский следил за автомобилями на таком знаке «стоп». Да, это еще интересный момент. Полицейские в США так же, как и в Украине, с Россией дежурят на проблемных участках. На знаках вроде «стоп», как я говорил, или стоят с радаром на дороге. Правда, я лично только один раз видел такого полицейского. Отличие в том, что увидев нарушения, они не машут водителю руками или жезлом. Они садятся в машину и едут за нарушителем с включенными мигалками. Если водитель видит такое преследование, то он должен остановиться на обочине, заглушить машину, открыть окно и положить руки на руль. Но ни в коем случае не выходить. И даже нельзя лезть в бардачок за документами. Если вы выйдете и еще будете руками возмущенно размахивать, то можете рассчитывать на применение физической силы или даже огнестрельного оружия против вас. Пытаться скрыться от полицейских тут тоже почти бесполезная затея. У них много техники, в том числе вертолеты, которые они не щадят в процессе погони. Страховка все покроет. Еще есть немало таких перекрестков, обычно это в жилых или спальных районах, так называемых subdivisions по-английски, где со всех четырех направлений стоит знак стоп. В этом случае первым поедет тот, кто раньше подъехал. А что делать, если подъехали одновременно? В таком случае по правилам первым поедет тот, кто справа. На практике в большинстве американцы очень вежливы и могут задержаться на перекрестке, пытаясь уступить дорогу друг другу. Следующий пункт это школьный автобус. Школьные автобусы перевозят детей, они могут останавливаться прямо на полосе движения. Водитель школьного автобуса выставляет специальный знак стоп и включает принудительную мигающую сигнализацию. Это значит, что попутный и встречный транспорт должен остановиться и дождаться, пока знак стоп не будет убран. За нарушение этого правила предусмотрено серьезное наказание. Как минимум у славян есть такое обычай благодарить другого участника дорожного движения. Ну, если тебе, допустим, уступили дорогу или еще что-то, мигая аварийными сигналами автомобиля. В США же такого обычая нет, но американцы просто машут рукой. Хоть чаще всего никто не замечает, как ты помахал рукой, но тем не менее они очень любят махать рукой тому, кто тебе уступил дорогу или сделал еще какое-то добро на дороге. Вообще в США так часто приходится проявлять вежливость на дороге, что ну просто замигаешься, если бы в США мигали благодаря. И эту вежливость реально проявляют. Кстати, расскажите в комментариях, вежливы ли у вас водители, если подобные обычаи благодарить на дороге. Если тебе нужно влиться в поток, особенно на скоростной дороге, то тебе всегда уступят. Наглых и неуступчивых не так и много. Ну, у нас, по крайней мере, попадается. Хайвей, именно так называется по-английски скоростная дорога, лично для меня поначалу был как взлетно-посадочная полоса. Когда на него заезжаешь, то нужно резко набирать скорость и вливаться в поток. Ощущение, как на самолете взлетаешь. У нас в городе на таких дорогах ограничение скорости 60 миль в час. Это 96,5 километров в час. Ну, а на практике все едут примерно 70 миль в час. Это уже 112,5 километров в час. А за пределами населенного пункта разрешенная скорость обычно еще больше. Одна из особенностей хайвеев это наличие ограничения минимальной скорости. Так, на хайвее со скоростью 60 миль в час. Минимальная скорость может быть 40 миль в час. Это примерно 64 километра в час. Кстати, о скорости. Однажды, когда я ехал домой, то увидел в нашем сабдивижн спальном райончике вот такую мобильную установку для отмерения скорости. Видимо, кто-то из живущих в этих домах пожаловался, что люди мимо их дома слишком быстро едут. И тогда полицейские установили такую напоминалку, чтобы водители исправлялись. Скажите, здорово, что не подкарауливают, а потом взятки вымогают или штраф выписывают, а дают шанс осознать и справиться. В США также не принято мигать друг другу дальним светом с целью предупредить об опасности. Но все же один раз мне кто-то мигнул, предупредив о полицейском. Я думаю, это был кто-то славянского происхождения. И в связи с этим я вспомнил еще особенность американских дорог. На этих дорогах нужно быть особо бдительным, так как тут много непуганных диких зверей, которые нередко попадают под колеса авто. Наиболее распространенная по штатам проблема это олени. Они бывают очень даже впечатлительных размеров. И потому встречаться с ними своим капотом совсем не хочется. Есть даже специальный знак на дороге, предупреждающий о повышенной вероятности встречи с оленями. Они тут просто гуляют по городу. Я уже неоднократно видел их прямо у здания на травке, где я работаю. Меня спрашивают, можно ли пересекать сплошную линию разметки или тем более двойную сплошную? Отвечаю, в России и Украине это большое нарушение. А в США зависит от цели. А именно, если вам нужно сделать левый поворот через двойную сплошную, то это разрешенный маневр. Но совершать обгон с выездом на встречное движение через двойную сплошную категорически запрещено. А вот поворот направо на красный свет разрешен почти во всех штатах, если вы никому не мешаете, конечно. А там, где это все-таки запрещено, висит соответствующий знак или табличка со словами, что правый поворот запрещен. Но иногда можно поворачивать на красный свет даже налево, если улица, на которой вы находитесь и на которую собираетесь поворачивать одностороннее. Кстати, направление движения всегда разделяет разметка желтого цвета. Это очень удобно, особенно в сильный туман. Всегда можно быть точно уверенным, что ты на своей полосе, если желтая разметка у тебя слева. И даже в тех случаях, когда направления движения разделены отбойником, или вы вовсе на одностороннем движении, то все равно слева вас будет сопровождать желтая разметка. В населенных пунктах, в местах, где разнонаправленные полосы не разделены препятствием, во многих местах есть своего рода нейтральная полоса между желтой разметкой посередине дороги. Это специальная полоса для поворота. То есть, если вам нужно повернуть налево, а движение интенсивное, то вы просто ждете на этой полосе возможности повернуть и при этом никому не мешаете. Это очень удобно для всех участников движения. Еще спрашивают, можно ли на российских и украинских правах ездить в США и как долго. Когда мы приехали сюда, то я интересовался этим вопросом и выяснил, что, во-первых, условия могут отличаться от штата к штату. Во-вторых, это зависит от визы, по которой вы приехали. Если вы турист или гость в США, то вы можете использовать свои обычные права при условии, что там информация написана на латинице. Так мне сказал полицейский. Но, насколько мне известно, то когда европейские страны в 1968 году подписали Венскую конвенцию, в которой указывалось, что национальные водительские права, соответствующие требуемым стандартам, действительны во всех странах участницах этой конвенции, то США не стали себя связывать этим договором. Потому формально вы не можете использовать свои права в США. Вам нужно сначала в своей стране оформить международное водительское удостоверение и также иметь с собой эти свои обычные права. Но об этом также далеко не все полицейские даже знают, как я понял, потому про это даже и не говорят, как правило. Ну, а если вы приехали на ПМЖ в США, то тогда уж будьте добры, получайте местные права. Кстати, получить водительское удостоверение в США не очень сложно и, главное, недорого. Для этого не нужно учиться в какой-то специальной автошколе. Вам необходимо сначала пройти тестирование по теории на компьютере. Тогда вам выдадут разрешение на вождение авто с кем-то, у кого уже есть права. А когда вы научитесь управлять автомобилем, то можете идти и сдавать вождение. Все эти документы вам обойдутся примерно долларов в 50. Можно все это сдать в один день, если хотите. Также есть выбор того, на каком языке вообще сдавать, хоть на русском. Про наш личный опыт получения водительского удостоверения вы можете посмотреть по ссылке сверху или в описании к этому видео. Как вы уже обратили внимание, то большинство жителей США водят автомобиль не агрессивно. Движение на дорогах довольно ровное. Почти никто в перегонки не играет. Многие стараются соблюдать довольно большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Когда вы соблюдаете дистанцию, то есть оставляете место до машины, которая движется перед вами, то никто не пытается в это место влезть. И самое главное, в какой бы стране вы не управляли автомобилем, важно помнить, что это источник повышенной опасности. Потому будьте внимательны ко всем участникам дорожного движения. Всего вам доброго! До свидания!